Так, все, сделала себе овсяночку. Ну и кто, вы думаете, тут это следит за моими цветами? Ну давайте, крошечки, за вечер наш. Нямняшки. Таня готовила, попробуй. С толстым пузом, сказала Силя. Ты видишь, как я на тебя положительно влияю? Доброе утро, мои хорошие. Все, надоело. Надоело. Два, пора правильно питаться. Все, я вам говорила, что я поправилась очень стильно. И прям вот я, знаете, ждала того момента, когда естественным образом я захочу, не так насиловая себя, да, насиловая, насилуя себя. Именно прям вот захочу, и оно пойдет изнутри, и оно будет естественно с желанием. И я уже заметила, что позавчера мне уже есть не хотелось вечером, хотя я там безмерно все лопала. И вчера вечером я поела, ну прям мало поела, прям картошечку с сосисочкой утром поела, кофе две кружки выпила, да, ну не утром, а в обед. И вечерком тоже я бутербродики там съела, и прям на ночь я ела дыньку только, вот, прям дыньку только. Ни бананов, ни яблоков не ела, дыньку только ела. И чаек пила, и все. И как-то проснулась, нету какого-то голода, делаю кофе себе, как всегда, да, никакой лактозы, никакого сахара, ни фруктов. И думаю, блин, третий день уже меня вот тянет на правильное питание. А давайте-ка овсяночку сделаем. Так что сейчас я варю овсянку, именно такого долгого приготовления. Вот. И поем овсяночку. Ее хватает на полдня вообще есть, потом не хочется. А в обед надо будет, это, что-то прям даже прикупить мяско, наверное, сварить себе. Яички, авокадо. Все, хватит, худеем. Так, все, сделала себе овсяночку. Смотрите, сварила овсянку, добавила буквально 6 кружочков банана тоненьких. Добавила сюда, господи, как эти семена, семена льна, да, они мне напоминают орешек, очень вкусные. Добавила сюда кедровый орех, и буквально капельку меда, чтобы вот подсластить. Вот, собираюсь сегодня заказать, позвонила девочке уже, вот, фитнес-тренер, которая в прошлый раз я худела. У нее такие классные вкусняшки без сахара, прям вот сладкие, вкусные, невероятные. Сейчас я наберу у нее много разных этих вкусов. Буду делать все панкейки на овсяной муке и деньки. Будем вот прям кушать, и все такое классное, без сахара, полезное, и сладкое будет в моей жизни. И мясо надо набрать. Мясо, яйца есть, авокадо, салатов. Так, ну что, мы сходили в магазин, мы накупили всяких вкусняшек. Смотрите, новые макароны какие-то. Таня на них обратила внимание и сказала, они супер вкусные. А у меня еще осталась лосось, вчера только ее открыла, и она соленоватая сама по себе. И мы решили сделать... Еще креветки докупили, да? Вот креветки. Тоже Таня выбирала. Креветки вот такие вот. И, в общем, делает сейчас она макароны. Я говорю, сделаешь блюдо какое? Добавили. Добавили, да. Короче, будем делать макароны и в каком там сырном соусе, да? Да, да, да. В сливочном сырном соусе, короче, будут креветки и лосось. Все вместе, и потом вот это все добавим. Видите, какая красивая у меня тут кухарочка кухарит. Вот. Ну и у нас гости, у нас в гостях. Не буду показывать, покажу только ноги, смотрите. Светлые ноги. Соседка моя, оказывается, еще и теперь по совместительству. И старая, давняя подруга Тани, вот, в гостях. Короче, мы за встречу. Ю-ху! Три, два, три, четыре. Три, четыре. Пятница. И Денька. Денька пьет сок яблочный. Кстати, пятница, да? Че так мало льда? Иду, скажи, че так мало градусов? Опять, опять. Нет, кстати, очень даже ощущаем. Сильно? Strong? Тебе сделать, разбавить? Есть, есть. Разбавить? No, no, it's so good. А мы только начали. Вот. Да. Давай. Можками сделать. Ну что, я добавила немножко виноградного масла, да? Макарошки мои варятся уже. У меня такие вот спирали крупные. Силечка у нас рыбулю нарезает. А вырядилась как силечка. Да-да-да, смотрите, когда гости у нас. У нас гости. У нас гости, она как понтуется. Когда еще одевать эти шелка, как бы халаты, когда с ребенком, по-сорянам, сигаре. А, я сейчас плечико-плечико. Так что, кидать? Да-да-да. Кидай. Нет, нет, нет. Сейчас пусть она прожарится немножко креветочки, сок спустят. Мне кажется, что должна это чуть-чуть как-то зажариться. Слушай, но макароны вообще непонятно, готовы или нет? Попробуй одну. Достань. Ну, на вид как будто еще адденто. Давай, давай, я его попробую. Они должны быть немного. Рыбки много у нас получается. Я бы на фоне силе опять, наверное, на Кинг-Конг, да? Давай, давай ты это. Так, Ксения, встань. Да, мы вообще худеем. И ничего страшного, что сейчас уже сколько? Да, мы вообще худеем. Но сегодня? Последний день, последний ужин. Ну, как всегда, да. Мы зажрали уже дофига сладкого. Да-да. По дороге домой мы это решили, так сказать, завершить нашу это, начало диеты. И съели помороженую, чипсы, да? Вот это вырежешь. А то ты все время ввод, начинаю худеть, начинаю худеть. И все же, да-да-да, вот прям сейчас, когда я вот эту кастрюлю с макаронами, и буду худеть. Пойду лежать, все, часа четыре, худеть. Я говорю, давай купим творог обезжиренный, давай будем действительно белковую диету соблюдать. А она набрала банок пять сладюшек, говорит, вот на этом я буду худеть. На этих сладюшках буду худеть. Они без сахара. Без сахара. А она худая или толстая? Блин, это Маша. Ты видишь, что она тебе не завидует? Она вообще в этих конкурсах по бодибилдингу. Вот, ноу-шуга. Ноу-всякого всего. Обалденные штуки вот эти вот. И я их взяла разных вкусов. Все, похвасталась, похвасталась. Все, крошечки, мы приготовили, короче, не успеваем. Вот, приготовила Танечка вот такую вот еду уже тут это. Начали все, да? Да, паста. Ну, кстати, неплохо, да? Очень соленая у нас была вот эта лосось. И она прям, мы ничего не солили, и все равно все соленое. Но такая она слабосоленая у нас была лосось. А, да, лосось, макарон. Да. Денька кушает макарошки с сыром просто, потому что он, к сожалению, не любит вот у меня рыбу и все такое. Свечи, у нас все дела, романтик. В общем, пятница. Удалась. Ну, давайте, крошечки, за вечер наш романтичный. Да. Что, что, что? Уйди, уйди. Я только распустила волосы, только такая, думаю, все, наконец-таки. Гости ушли, я могу быть сама собой. Я выпущу волосы, все, пузо выпустила, такая, выдохнула и нет. Она взяла камеру. И все равно ты так хорошо выглядишь, как тебе удается. А Таня, посмотрите, она, кстати, у меня эти сегодня растения приволокла. Представляете? Что значит приволокла? Без спроса. Говорит, у тебя мало зелени. Давай вот это вот пересадим туда. Это чаш, вообще вот это вот в репях, торчит. Значит, это каланхоя, да? Да. Она говорит, здесь растут красные цветочки. Да. Нет, ну я же, ну раз принесли, ну что делать? Это же как малые дети не выкинешь. Эфорбия, вот, пожалуйста. Это пальма морская. А это диффенбахен. А это диффенбахен. Мы его хотим посадить вместо Бенджамина. А Бенджамина пересадим пока туда. Таня сказала, поможет мне в этом деле. А вот сюда мы что будем? А сюда я тебе потом и придумаю, что. Вообще я хотела купить. Мне девочка там посоветовала, что раз в месяц какой-то этот... Долларовое дерево. Ну да, 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 да. Вот то, что доллар, вот это с очень странным названием. Раз в месяц его поливать вообще можно. Ах, хуликус. Что-то там хули-хули-кукикс. Да. В общем, свечи наши еще горят. Наша еда осталась. Блин, какая же соленая зараза она получилась. Макароны, девочки. Ну, Даня что-то не... Или как? Макароны. Нет, макароны мне понравились, а рыба... Ты засралась в печку. Да, Таня засрала печку, как бы она ее будет мыть. Поэтому, в принципе, уже можно добить. Да, макароны неплохие, кстати. Очень прикольная завитушка такая. Мне как бы понравилось, да. Вот единственное, что вот этой вот соли у нас много было. Я не знаю, потому что это твердый сорта пшеницы. Думаешь, не твердый? Ну, вот честно сказать, кто вообще определяет, насколько они твердые? Как? На зуб надо это определить? Вот кто? Мне кажется, это твердый на писанина. Или прям есть такие действительно гурманы? Как определить, что действительно... Вот сейчас мне пять сортов макарон дадут, да? Если вот это твердый, это мягкий... Не, ну это чисто доверие, что из твердых делали. Мне тоже кажется. Вот я тоже, вот я уже блондинка. Может быть, я так же рассуждаю. Но мне всегда вот хотелось узнать, как определить. Мне кажется, вот если они там, да, недоваренные, тогда они твердые. Вот поэтому они твердые. Но тут как бы это... Может каждый сам миксовать там, да? И регулировать. Не, ну на вкус, наверное, да. Сейчас, короче, я думаю, переложить в контейнере все. Или в один контейнер. И все в посудомойку зафигачить. И пусть моется. Ну что, мои крошечки, мы готовимся ко сну. Смываю косметику, как всегда. Надоело мне это уже делать, если честно. Поставила видео вам на завтра. Сейчас пойдем спать. Собирались сегодня красить волосы, но все переносится на завтра. Будем из рыжих делать пепельный. Надеемся. Нам продавщица вообще сказала, да, берите. Там мы смешаем три краски. Да, берите отличные краски. Все равно получится желтая, она сказала. Мы были в шоке. Но потом она взяла свои слова обратно. В общем, посмотрим, что получится. Но это уже совсем другая история. А сейчас с вами прощаюсь. Спокойной ночи. Проснулась я. Танюша, смотрите, приготовила что-то мне. Этот творожок с гранолой. Что-то там мед. Все дела. Сейчас кофе и отведаю вот эту вкусняшечку. Ну что, у нас сейчас утро красоты. Утро красоты, да. Потом будет кухня красоты у нас. Таня, вот, пожалуйста. Она еще даже и маску на руки сделала. Омолаживаюсь. Я говорю, мне руки нужны, я не могу на них маску накладывать. Надо что-нибудь с ними все время делать, трогать. Короче, я медленно просыпаюсь. Сейчас вот выпила кружку кофе. Сейчас буду вторую бацать. И все, смываем маску и буду красить Таню. В отдельном видео вы видите преображение из рыжего в холодное. Но мы надеемся. Ну, пока не сглазь. Мы надеемся. А что сглазить? Краска есть, какая есть. Что бы я ни говорила, оно будет, как будет. И по-другому не будет. Ну, и кто, вы думаете, тут это следит за моими цветами? Ландшафтный дизайн. Ой, Аленка красиво, кстати, вот это смотрится здесь, да? Сейчас мы ему листочки еще попротираем. А вот это вот желтые, они станут зелеными или их лучше обрезать? Обрезать, да? Да. Сделаем красиво. Смотри, как Бенжи мы сразу подходим, как в свое место. Здесь, да, ему лучше. Там для него много пространства. Таня еще сказала мне докупить подкормку. Я сегодня постараюсь это сделать. И грунта еще, да? Три килограмма где-то. Да, три-четыре. Нам надо вот сюда, знаешь, я хочу вот этот акулик кукис. Акулик кукис? Да, может ты со мной даже поедешь? Посмотрим. Посмотреть бы его, потому что... Он хороший, мне нравится. Может быть вот это вот сюда тещина языка, такой какой-то... Не-не, не хочу. Милка его сожрет опять. Надо экспериментировать, чтобы не сожрала. Да, мне нравятся такие листья. Вот они как раз для вот такого. Вот это надо, кстати, мне будет заделать. Дипенбакен растет очень большой и пышный. Да. Да, вот это вот ему как-то очень подойдет. Хорошо. Ну что, привели мы чуть-чуть в порядок наш уголочек. Вот этот с Таней. С помощью Тани, да? Кстати, вот эта маленькая можно сюда даже поставить. Вот так чуть-чуть отодвину. Вот, мне нужно докупить красивые горшочки, кашпо вот здесь вот. Вот этот сюда поставлю. Вот так. Ставлю. Вот. Вот так вот. Главное, чтобы моя милочка все это не сожрала. Все, повытирали пыль с листочков, все им пересадили. Они себя кайфово чувствуют. Тут уголочек прибрали весь. Вот. Смотрим. Надеюсь, они у меня выживут здесь. В общем, Таня часто приходит, будет, если что, поглядывать за ними. Я говорю, давай ты будешь моим флористом. Она говорит, с удовольствием. Вот. Ну, вообще, хорошо бы им найти местечко, да, где мы думаем, а, а где? А мы посадили кого-то? Вот, вот еще у нас. Смотрите, как красивенько он здесь сидит. Это в Денькину комнату я положу, потому что сюда уже некуда его ставить. Вот здесь, мне кажется, очень хорошо. Немножко солнышко на него будет подцветывать. Вот. Вообще, это горшочек из денежного дерева, но денежному дереву Таня говорит, что уже мало места в нем. Не должны за края выходить листочки. Поэтому мы пересадили в другой, и он там хорошо сидит. А этот вот здесь будет. Ну, в общем, пока я только один цветочек в детскую поставила. Не буду сейчас их. Можно и себе тоже в комнату поставить. Но нужно купить красивые горшки сначала, чтобы все было. Пусть оно пока сосредоточено будет здесь в одном месте. А потом, когда уже все сделаю... Вообще, я на балконе хотела бы сделать такой мини-сад. Купить такую, знаете, этажерки есть кованые, белые. В них горшочки, чтобы где-то что-то свисало красивое. Чтобы, знаете, в одном месте было все сосредоточено. Ты как бы заходишь, видишь, берешь бутылку с отстойной водой и все поливаешь в раз. И как бы следишь за этим, чтобы не разбрасывать все это по комнатам. Вот. Ну, посмотрим, как жизнь сложится у этих цветочков. Так, ну что, Таня пока смывает краску. Мы тут ее красили, хоть завесили теперь. Тем не менее, все равно, вот пятна какие-то. Я готовлю нам обед уже, можно сказать. Макароны, которые вчера мы делали. Добавили... Ну, очень соленые у нас вот это же получилось. Вы же помните, да? Креветки с лосося и за лосося. Поэтому сейчас я сделала макароны, добавила сюда помидорчики. Добавила сюда три яйца. Разбавила этим молочком. И не солила. Я надеюсь, хоть немного яйца на себя заберут все-таки. Соль и будет терпимо это есть. Ой, девочки, вот сейчас получилось самое то. Блюдо прям вот и помидорки, и яйцо забрали. Это, кстати, лайфхак для тех, кто не знает. Если у вас пересоленная еда, вот бывает, что-нибудь пересолите, да? Если есть возможность в это блюдо добавить яйца, их не солить. Яйца очень хорошо берут на себя соль. Я помню, что я уже что-то так делала. Вот. Сейчас я поставила чайничек. Таня досушивает волосы. И... Будем собираться. Я надеюсь, мы успеем куда-нибудь двинуть еще, не знаю, погулять, пофоткаться. Вообще не знаю даже. Вообще делов, конечно, как всегда, вышкаешь. Посмотрим, что удастся, успею. Ой, ну что тут Танечка делает? Опять вкусняшку какую-то наболтала. Значит, что у нас тут? Творожок безалкогольный. Безжировой, да? Не жирное, без жирного. Творожок. Чуть-чуть молока. Малина. Джим. Без сахара. Ананасы. Банан. Сейчас я еще добавлю... Мед. Мед, мед, мед. А, который ты принесла, да? Да. Вот. И мюсли. Гранолу, да. Мы сделаем домашнюю гранолу. Но я ее сделаю слоями потом. И все в блендере, да? А, ты слоями сделаешь. Все, я поняла. Ты вот это в блендере сейчас зафигачишь, а гранолу потом слоями. Все, понятно. Ты не много меда? Мы же худеем. Ну, мед очень полезен. Я, короче... Так вот эта штука тоже сладкая, кстати. Она чуть-чуть сладкая. Она не сильно сладкая, поэтому... Ну, ладно. Ну, ладно, сахар натуральный уже хорошо. Да, 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 да. Ну, ладно, позаценим потом. Да, сейчас покажу результат. Денька, контролируй все там. Чтоб меньше сахара кулажа-ложила. Ну, что, Танюша нас зовет, говорит, давай, все готово. Ну-ка. Да, деньки без гранолы. А, хорошо. Это банан с ютем, с творогом. Попробуй. А наша вот тут слоями я выкладывала вот здесь, видишь? Да, вижу. Проглядывается вот так вот слой творожка, слой гранола. День, ты хотел пробовать, иди, на. Да, он сейчас обалдеет. Нямняшки. Таня готовила, попробуй. Ой, как сладенько, да? Творожок с бананом, с медом. Вкусно? Ну, давай еще бери. А то оно любит делать вид. Вот. Нормально ешь, День. Невкусно? Вкусно? Да сейчас капнет. Аккуратно, кушай, все. Тебе большая ложка, может, давай маленькую дам. Большая, да? А, нету. На. Вот. На. На, ложечку маленькую. Ой, короче говоря, вроде похудеем, да, а вот что, не минута, так и готовим. Таня решила сегодня еще, чтобы мы вечером тоже поели правильно, чтобы мы не соблазнились на пельмени. Она говорит, давай это, сделаем там. Пошла по, скребла по сусекам, нашла сельдерей, который уже пора приготовить. Яблоки, апельсинчики. Лимончик. А, еще и лимончик. Лимончик, да. Он тоже умирал там? Да, он уже умирал, его прям надо было срочно уже это использовать. У меня аж слюна выделяется. Да? От лимона. Смотри, ты любишь лимон? Ой, смотри. Полетело все. Да. А не сломается так? Нет, оно не должно быть. У меня вообще есть другой еще блендер. Другая чаша. Там, кстати, тоже. Ничего страшного. Нет, тут грубых нету ничего. Я уже так делала. Умничка, умничка. Правильно. Ну, я что-то это, думала, что легче. Да, надеялась, но прогадала. Да. Слушай, одна голова хорошо, две лучше, да? Что бы я без тебя делала? Ухандухала бы блендер сейчас. Да. Пошлось бы новый покупать. Ну да. Ты же хотела новый. Давай, закрывай. Прямо смотри, да? Сочная жизнь получилась вот такой. Да. Но все равно ложкой есть. Ну да. Как вам, значит, локаду? Может, что добавим? Может, меда тоже добавим? Нет, не надо. Это у нас уже ночная будет пища, поэтому давай без сладкого. Ну что? Ну, дай ложку. Слушай. Ну что? Кислоты еще не хватает в баконте. Еще один апельсин, может, добавим? Думаю, можно, да. Да? Да, что соленое вообще что-то есть. Это сельдерей, наверное. Это сельдерей, да. Она что-то кисло-сладкая сделает, да? Слушай, какая бомбическая штука. Я бы и так оставила. Да? Да. Ну что? Ну, в принципе, можно. Может, яблочко еще одно? Нет, там два. Маленьких? В среднем, с кулак. Да нормально хватит. Думаешь, мало на ночь? Нет, именно по вкусу. По вкусу? Ну, давай, пульсин тогда в реветах. Будет сочнее. И пожиже будет такой, как прям смузи, да? Смузи-смузи. Не надо, пахнет. Давай, ставим. Все, отлично. Ужин готов. Ужин готов. С толстым пузом, сказала Силя. Ужин готов. Ну, ты уйдешь, да? Или пойдешь спать, Танюша? Я все равно пельмени достану. Нет уж. Я если достану, то при тебе. Чтобы разделить с тобой. Да, да. Зачем же я буду? Одна, страдайте от оживления. Правильно. Как это? Завтрак съешь сам. Я их приготовлю. Обед раздели с другом, а ужина дай врагу. Такая, приду к тебе, скажу, Танюша. Вставай, под нос их принесешь, да? Такие ароматные. Не буду говорить, да они вообще, от них не поправишься. Да, там мука твердых сортов. Среданна всего лишь 15%. Дело в том. Майонез растительного происхождения. Соли нет. И вообще там на сливках. Индейка. Из молодых бычков. Какие там жиры, какие там чё. Тесто из твердых сортов. Все нормально. Кушай. Кушай, кушай. Нет, мы все худеем. Худеем, да. Все-таки решили добавить еще вот Global Village ананаски кусочками тут. Как раз они придадут то, что мне не хватает. Ну что, мои хорошие, я уложила малыша спать. Всю квартиру сегодня убирает моя новая подружка Юфи, да? Тот был у меня робокопия, а тот у меня Юфи. Вот она убирает последнюю зону. Я ее разделила по зонам. И вот она убирает последнюю зону. Классно убирает. Это вообще удобно на приложении, что я просто беру телефон такой и смотрю, убрала она, не убрала там, сколько она убрала, где она убирала. То есть 15 минут вот она убирала. Я вижу, что она убрала все. Все углы, какие зоны, смотрю, обошла. Короче, с приложением вообще круто контролировать все. И в этот момент, пока она убирала, я малого укладывала. Таня видео монтирует. Вообще удобно очень. Вот, сейчас я сяду монтировать для вас этот влог. И что и? А, сейчас надо это, смузи, который мы приготовили, надо покушать. Таня, да рано еще. Четыре? У меня такое впечатление, что это было пусто. Мы восемь ели. Ты что, мы восемь где-то ели. Вот она наша вкусняша. Ты-ды-ды-ды-ды. Ой, я бы пельмени, конечно, бы съела. Но раз такая вкусняша, то будем есть ее. В общем, положила я сейчас на. И Таня говорит, что семя льна может быть очень даже хорошо. Ты скажи, когда стоп. Еще, еще, не жалею. Ты же, да, да. Это можно смело вообще добавляй. Не, ну именно, чтобы вкус не испортился. Не, не, не испортится. Так или что? Они как семечки будут, как кунжутик. Все, все, пати. Я себе вот, ну как бы так, не очень много вот так. Все, есть еще чило. А где чило? Добавляй чило, давай. Что ж ты жалеешь? Этот, маршмеллоу не надо? Нет. Еще пельмени сверху, да? Ну, это как салатик у нас, да? А основное блюдо пельмешки. Слушай, их не надо? Сначала размакать в животе, или потому что они такие сухие, мазь? Ничего, растворятся в животе. Тебе еще может быть? Да? Ты любишь побольше? Все, все. На вид как мак какой-то. Как мак? Да. Хлебец клади. А, хлебец еще, да? Да. Смотри, какая красота он получилась вообще. Хлебец, кстати, низкокалорийный, специально на сушке. Мы его ели, наша тренер разрешала. Наша, моя тренер разрешала ехать. Все, а я без хлебца. Или нет? Хлебец клади, кстати, очень хорошо, он с ним берет. Да? Да. Очень здорово. Он как раз вот вкус сюда, отлично. Ты видишь, как я на тебя положительно влияю? Да. У нас пппп, а то макароны, да макароны. Ой, ну что, мои хорошие, мы поели, это было невероятно вкусно, правда. Чего я набрала этих пельменей? Ну, да ладно, пусть пельмени Денька, на самом деле, я купила его любимые пельмени, и все-таки надеюсь, что он снова начнет их есть, потому что там, ну, хорошие пельмени беру, там, там, телятина на сливках, такие прям хорошие. И что-то я ему перебила в прошлый раз другими пельменями, и теперь он вообще на них смотреть не может. Ну, может, он подзабыл уже, надо ему сварить, попробовать пельмешки. Потому что, ну, хочу, чтобы мясо ел, как бы он мясо у меня не ест ни в каком виде, и я пытаюсь его подложить. Вот. Все, девочки, буду прощаться. Все полезные ссылки, напоминаю, что будут под видео. На Танюшку мою тоже ссылка под видео, обязательно подписывайтесь, поддержите начинающего блогера, она очень старается. Вот. И прощаюсь до следующего видео, впереди очень-очень много интересного. А что у нас впереди? Впереди у нас будет преображение детской. Потом я начну делать прихожую, я уже все для этого купила, и, надеюсь, моя мечта сбудется, прихожая будет именно такая, какую я хотела. И еще я тут уже смотрю, как планирую делать зону телевизора и зону, ну, то есть вторую половину своей вот этой кухни-студия, да, то есть кухня у меня есть, все прекрасно, а вторая зона, я ее тоже хочу очертить, все сделать. А потом ванна, даже не потом, а может быть перед этим ванна, в ванне осталось чуть-чуть доделать, поэтому ванну я еще раз потом покажу, там осталось полочки доделать, шкафчик купить, поменять корзину, перевесить там полку одну, короче, тоже есть идеи. В общем, впереди много интересного, связано с ремонтом и также влоги, так что обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан на меня, а то вдруг потеряете, пропустите что-то, а потом такие, опа, а Силя уже мало ли что. В общем, люблю вас целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok